Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Значит, ну что же, вы описываете то, что вы не уверены и то, что у вас есть определённые трудности с социальными контактами, социальным взаимодействием. Значит, вы стараетесь избегать этого, пытаетесь подать себя с хорошей стороны, хоть нагромной, сильной и так далее, но в то же время не уверены у вас есть. Значит, вы говорите о том, что раньше были очень уверены, хоть отбавляя, и вот теперь, значит, такая ситуация. Значит, я бы сказал, во-первых, что советы, как таковые советы, наверное, здесь будут излишни, потому что психологи, в принципе, не дают советов. Это первое. Второе, это то, что советы означают взятие на нас, взятие на себя ответственность за вашу жизнь, что, на мой взгляд, было бы не совсем корректно. Вот, поэтому первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это то, когда это началось, то есть раньше всё было хорошо. Вот, то очевидно, что сейчас не всё хорошо. Очевидно, что сейчас ситуация изменилась. Изменилась она, по крайней мере, судя по вашему сообщению, да, довольно-таки резко, хотя здесь я могу ошибаться. И вот очень важно увидеть, как происходили эти изменения. То есть, что вы в тот момент, когда эти изменения были, чувствовали, да, что вас волновало и так далее. Потому что, если мы не берём в расчёт, скажем так, химию тела, да, то есть, если мы не берём в расчёт какие-то физические аспекты нарушения работы каких-то органов, что вам, кстати, нужно проверить, на мой взгляд, обязательно нужно, обязательно нужно это проверить, обязательно нужно на это обратить своё внимание на вам, вот, то это напоминает определённый кризис. Ну вот, по крайней мере, с моей стороны, да, как это выглядит, что вы изменили отношение к себе. А вы стали по-другому себя видеть, и, соответственно, вы по-другому же стали видеть других людей, вот, людей вокруг вас по-другому тоже стали видеть. Соответственно, вероятно, произошло, у вас произошло какое-то разрушение надежд ваших, вот, что-то, чего вы ожидали, вероятнее всего, не наступило, не наступило, вот, то есть, ну, как это работает, работает так, что вы чего-то ждали, да, ждали, чего-то ждали, 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 вот, ожидали, а этого не случилось, этого не произошло, вот. И вот так вы реагируете, на мой взгляд, на разочароваться. Естественно, я могу быть не прав здесь, ну, само собой могу быть не прав, да, потому что, действительно, вариантов может быть много, вот, действительно, ситуаций может быть много, вот, и тут я говорю только, конечно, о своих предположениях. То есть, это мои предположения, это вот то, как мне кажется, да, то, как мне видится, но понятно, что есть какие-то, какие-то, возможно, другие варианты развития событий. Вот. И то, что вы описываете, это вот ваша реакция на разочарование, ваша реакция на определенную, ну, на определенную неудачу, неудачу, вот, в том, что вы хотели бы, да, в том, что вам нужно. И вот это очень сильно напоминает, очень сильно похоже на определенный вот кризис. И я бы здесь вот в первую очередь смотрел вот на то, когда вы были уверены в себе, да, на что вы ориентировались, вот, что вам было важно, что вам было интересно, что вам представлялось, ну, представлялось, если хотите, ценным, значимым и так далее, вот. То есть, на что вы, в прямом смысле, были ориентированы. Совершенно очевидно, что сейчас эта ориентация у вас сменилась, совершенно очевидно, что сейчас вы на другие вещи смотрите, совершенно очевидно, что сейчас вас беспокоят какие-то другие моменты, вот. Чувствуются очень сильно неудовлетворенно с собой, чувствуются очень, ну, такие, знаете, большие, да, серьезные требования к себе, вот. Такое ощущение, что они были, может быть, всегда, эти требования к себе были всегда, вау. Но вы верили, возможно, да, вы верили в то, что, ну, это можно как-то реализовать, да, вот. А потом, когда почувствовали, когда ощутили, да, например, что реализовать это не получается, например, то есть, ну, нет у вас такой возможности, да, либо вы не успеваете, либо вы просто, вот, как-то, ну, не соответствуете тому, что вам, ну, тому, чего вас дождете, грубо говоря, вот. Вы стали как-то, значит, испытывать вот те самые переживания, вот, испытывать те самые эмоции, которые вы описывает сейчас, вот. То есть я бы здесь обратил, обратил, конечно, внимание на, вот, те числа, которые вы подавляете себе, да, которые вы занимаете себе, вот. Вот, в частности, вот, вот, выглядит как такой, ну, компромиссный вариант между тем, что вам хотелось бы, да, и тем, что, вот, вы можете, то есть, как-то о себе заявить, вот, как-то почувствовать свою важность, да, свою важность, вот. То, что вас интересует, вот, мнение людей, да, вот, и то, что вы занимаетесь самая, накручиваете себя, говоря о том, что хочется быть важным, вот, но при этом очевидно, что есть неудачи, что есть постоянное ощущение, что вы в своей такой тенденции, да, потерпите, ну, неудачу какую-то. И это вас, конечно, демотивирует очень сильно, это болезненно, это правда, правда, что это очень болезненно, вот. Поэтому я думаю, что, безусловно, нужно искать компромисс, компромисс, да, то есть, то, что вам не важно мнение о других людей, это нормально, вот. Но то, что вы требуете от себя быть идеальной, чтобы, значит, ну, вот, с ними взаимодействовать, да, и так далее, и то, что вы, по сути, себе ничего не разрешаете до того, как вы станете идеальной, по вашему мнению, является тоже довольно деструктивным фактом. Хотя, 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 и абсолютно нормальный, потому что нарциссическая часть личности процессов, скажем, и знал. Вот, то есть, нормально, хотите быть лучше, нормально, хотите, хотите как-то быть на высоте, ну, и для вас это стало вот конфликтом, да, вот. То есть, ситуация выглядит так, как будто вы хотите быть важный, хотите быть значимый, хотите, к себе, там, уважение какого-то, что является абсолютно нормальным, вот. Но в то же время думайте о том, что вы этого не дослужены, вот, вы этого не дослуживаете, и, вот, злитесь на то, что постоянно, например, нуждаетесь в одобрении, например. Вот. А, при этом, зная, что одобрения вы не получите, вот, зная, что одобрения, скорее всего, не будет, вы, естественно, действуете на напряжение, себя защищаете. Вот эта защита, вполне возможно, проявляется даже в том, что вы, ну, пытаетесь скрыться от людей, да, пытаетесь как-то, вот, с ними не взаимодействовать, может быть, даже обесценивать где-то местами, вот. Вот, что этот момент, что-то, довольно важно. А, то, что вы говорите, значит, о том, что хотите расцвести, как раньше, да, опять же, вот, на мой взгляд, вы, как, как, ну, выражаясь вашими словами, цвели, когда были уверены, что сможешь стать идеалом, вот, возможно, вы всегда преследовали эту цель, вот, верили в то, что она достижима, но когда столкнулись с тем, что она недостижима, вот, начался этот кризис. Вам 30 лет, это вполне может быть 30, кризис 30 лет, вот, поэтому тут вот нужно разбираться, что с чем, да, что к чему, вот, чувствовать, что у вас есть обиды какие-то на людей, чувствовать, что у вас есть боль, вот, это тоже нужно замечать, выражать, размещать, наверное, в первую очередь с психологом, вот, и смотреть, где вы себя не принимаете, в чем вы себя не принимаете. Это тоже очень важный момент, потому что тема непринятия, она очень сильно здесь прослеживается, ну, по крайней мере, на мой взгляд. На этом все, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь.